Десять месяцев войны. Роман Дениса Кривошеева. Аудиоверсия. Глава первая. Начало конфликта. Эта история произошла со мной и моими одноклассниками, когда я только начинал учиться в девятом классе школы номер 170 города Самары. Тогда на смену ушедшей на пенсию у учительницы Таисии Ивановны пришла новая учительница алгебры и геометрии Глебова Тамара Алексеевна. Дело было в сентябре 2009 года. Я беззаветно играл с друзьями во дворе школы на больших переменах, которые длились 20 минут. Не понимаю, что скоро предстоит пройти серьезное испытание. Единый государственный экзамен, к которому я не был готов. Впрочем, как и большинство учеников в Самаре. На первом совещании у директора школы Моисеенко Анатолия Кузьмича Тамара Алексеевна заявила, что уровень образования в девятых классах крайне низкий. Изо всех учащихся хорошо знают ее предмет только 10% учеников. Причем это касалось не только школы 170, но и других лицеев и гимназий Самарской области. Что вы предлагаете, поинтересовался директор, оставить только тех учеников в школе, которые не просто хорошо знают мой предмет, но и любят и ценят царицу наук математику. Спиленок, у них больше шансов сдать ЕГЭ, чем у остальных. А что будет с остальными, поинтересовался Кузьмич. А их выгнать из школы заставляете работать на завод 24 часа, 7 дней в неделю на благо нашей Родины. Из оставшихся в школе учеников я сформирую элиту российского образования, которые не только смогут успешно сдать ЕГЭ, но и изменить целый мир. Планы Тамары Алексеевны простирались далеко за рамки учебного процесса. Как знать, если бы история повернулась по-другому, возможно у нас был бы новый министр образования в стране, а может даже и президент. В любом случае, Тамару тогда было не остановить. И хоть директор ее тогда не поддерживал, многие учителя Самары загорелись ее идеями уничтожать троечников и двоечников. Бить их ремнем, дубасить на переменных, заставлять носить отличительные значки, красные повязки на рукавах. Достаточно было иметь только одну тройку, чтобы подвергнуться насилию со стороны учителей. Надо сказать, такая ситуация вполне устраивала отличников. Тех, кто учился не на одни пятерки, так как обычно они получали по башке, потому что не хотели драить школу и убираться с неуспевающимися сверстниками. Теперь же ситуация поменялась. Поэтому они били нас похлеще, чем учителя. Жаловаться на Тамару Алексеевну было бесполезно. Другие учителя ее безговорочно поддерживали в стремлении выдавить нас из школы. Целую четверть нам ставили одни двойки. Так что списывать на подоконнике друг у дружки, как мы делали раньше, стало бесполезным делом. Да и уже не давал никто. Самая ужасная четверть близилась к концу. Но тут, впервые глядя на все то, что происходит в его школе, Кузмич не поддержал Тамару Алексеевну в ее методах воспитания подрастающего поколения и распустил на карантин наш класс. Вместо одной положенной недели мы отдыхали три. А когда вышли с карантина, в школе нас ждал неприятный сюрприз. Директор бежал куда подальше, а вместо него власть в советском районе захватила Тамара Алексеевна. По специальному мегафону она объявила нам, что первое, профсоюз учеников будет распущен. Второе, директор теперь она. Третье, каждый ученик и учитель отныне будет подчиняться ей и ходить в школу с троем. Четвертое, двоечников и троечников я попрошу покинуть Самару в недельный исток. В противном случае пеняйте на себя. Пятое, я организую так называемый учительский джихад. Объединение всех учителей и учеников Самарской области, кто поддерживает мои ценности и веру в то, что двоечников уже не перевоспитать. За схожесть методов мы прозвали учительский джихад Тамарейх. Этот ее призыв по мегафону услышали и в других школах, что позволило ей до факта захватить не только власть в районе, а вообще власть в Самаре. Ее присягнули все, кроме нашего, тогда девятого Б-класса. А она вскрыла склады с оружием, которые были у кадетов в специальных помещениях школы и раздала стволы себе и своему рейху, состоящему из учтений и отличников школы номер 170, а чтобы окончательно нас добить, она выставила всему девятому Б-двойки за четверть. Больше всех из-за этих отметок переживал мой друг Виталий Клыган, которому впервые в жизни поставили двойку за четверть. Он пошел разбираться к Тамаре. «Как это так? Мне двойку поставили! Что теперь делать?» Весь слезах упрашивал он. «Как ты осмелился перевечать мне? Я лучше тебя знаю, что у тебя там в четверти выходит. Вы мне весь девятый Б-н надоели, только вы одни мне непокорны!» «Но ничего, сейчас это изменится!» С этими словами она достала автомат Калашникова, который у нее был спрятан под стволом и начала нас расстреливать прямо на уроке алгебры. Первой жертвой войны стал именно Виталий Алексеевич Клыгин. «Я успел под пулями выпрыгнуть в окно, за мной последовали и остальные. Мы прятались под прилегающими зданиями к школе, пока у Тамары не закончились патроны. Тут мы поняли, что отсиживаться мы не имеем права, и Гриша Ливанов призвал всех учеников собраться на митинг протеста против произвола учителей в столовой школы с плакатом «Мы против войны». На его призыв откликнулись десятки учеников по всей Самаре. Так, в противовесу учительскому джихату была создана конфедерация учеников Савара, самое мощное объединение в истории России, которого объединило сильных духом и свободных людей из разных школ и гимназий Савары, целью которых стала защита угнетенных двоечников. Конец первой части. Продолжение следует...